Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Забавы ради или бытовой конфликт? В Дагестане обсуждают нашумевший видеоролик об избиении 13-летней школьницы, чем объясняют жестокое поведение обидчицы девочки. Смотрите в выпуске. Эхо Большого детского фестиваля. Праздник искусства под таким названием в эти дни проходит в столице республики. Зарядиться от чемпиона. В эти выходные по традиции для многих утро началось на городском пляже Махачкалы и с именитыми спортсменами. Без прав на дорогу в Кайкинском районе в ДТП погиб несовершеннолетний местный житель. Он за рулем Лады Приоры совершил наезд на корову, после чего автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ВАЗом. В результате аварии водитель первого скончался на месте происшествия. Также у него не было водительского удостоверения. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Всего за прошедшую неделю в Дагестане зарегистрировано 32 ДТП. Погибло 8 человек и 44 получили ранения. Среди них 7 детей. Бытовой конфликт или забава ради. В Махачкале две девушки 16 и 17 лет жестоко избили 13-летнюю девочку. Видеозаписи с места драки были распространены в социальных сетях и вызвали широкий общественный резонанс. Полицейские доставили в отдел виновных в драке для дальнейшего разбирательства. Девушки объяснили свое поведение по отношению к ребенку личной неприязнью. Их поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Инцидентом также заинтересовались Следственный комитет и прокуратура Дагестана. Ведомства в настоящее время проводят доследственные проверки. Также с родителями Махачкалинок побеседовали представители Муфтеатра Республики. Мы пригласили родителей девочек, которые жестоко избили другую девочку и поговорили с ним. Очень сожалеют, просили прощения, понятно, признают свое упущение, неоправдываемся, говорит, я хотел бы обратиться к дагестанскому джамаату-обществу. Еще что должно произойти у нас в республике для того, чтобы мы должным образом, как нам ученые, алимы говорят, взялись за воспитание наших детей. И к другим темам. В Махачкале проходит масштабный праздник искусства для детей «Эхо БДФ Дагестан». Это большой детский фестиваль, в рамках которого со 2 по 6 декабря проходят показы лучших спектаклей, художественных и анимационных фильмов. Проводятся встречи с писателями, лаборатории для молодых режиссеров, а также мастер-классы и тренинги для будущих артистов. На открытии фестиваля побывала моя коллега Салия Магомедова. Ей слово. Сергей Безруков в Дагестане уже не первый раз. Однако сейчас народный артист у нас в гостях серьезной миссии. Он привез с собой «Эхо Большого детского фестиваля». Что из себя представляет этот праздник искусства, актер и режиссер рассказал на пресс-конференции в Министерстве культуры Республики. Огромный, большой, действительно масштабный детский фестиваль, мультижанрный фестиваль, который мы проводим в Москве. В течение двух месяцев показано все лучшее, что было создано для детей по разным направлениям, по разным жанрамм. И наши детские жюри, именно детские жюри, ноу-хау Большого детского фестиваля – это детские жюри, которые выбирают как раз лучших из лучших. Я когда-то выступил с этой инициативой. Давайте продлим «Эхо». Всех победителей, которых определили дети, по возможности, будем вывозить в регионы. Мы были и на Камчатке, мы были в Калининграде. То есть мы проехали всю страну, и вот приехали теперь в Дагестан. Это все победители нашего Большого детского фестиваля. Это писатели, это фильмы-победители, лауреаты, анимационные фильмы и спектакли. Это все лауреаты нашего Большого детского фестиваля. То есть к вам мы уже привезли именно победителей. А это уже официальное открытие «Эхо БДФ». Оно состоялось чуть позже, на сцене русского театра. Сергей Безруков прочитал сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». За музыкальное сопровождение спектакля отвечали губернаторский оркестр Московской области и Дагестанский театр оперы и балета. Да, да, я люблю тебя. Услышал? Моя видажа, что ты этого не знал. Это не важно. Постарайся быть счастливым. И оставь компакт, он мне больше не нужен. Но ветер, не так уж я прослушена. Ночная свежесть пойдет мне на плащу, ведь я цветок. В зале «Аншлаг» от перевоплощений Безрукова в постановке Московского губернского театра. В восторге все от мала до велика. Зрители рукоплескали артисту стоя. Я посмотрела спектакль Сергея Безрукова «Маленький принц». Я просто настолько с детства знаю это произведение. И в его исполнении это что-то чудесное. Это перевоплощение, что каждый образ он так выдает. Я иногда даже прислушиваюсь, думаю, это его голос, не его голос. Образ тут же меняется. Это настолько впечатляет. Я в восторге. «Маленький принц» – это вечное произведение, вечные темы. Каждая планета, каждый мир, каждый человек – это то, что мы и сегодня проживаем. И, думаю, будем проживать всегда. Большой детский фестиваль проводится в Москве шесть лет, а гастролирует по стране только три года. В Дагестан он приехал благодаря тому, что Министерство культуры Республики подписало соглашение с Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Программа фестиваля действительно очень насыщенная. Это и фильмы, и спектакли, победители, лауреаты Большого детского фестиваля. Это и встречи с писателями, мастер-классы, тренинги, творческие лаборатории для режиссеров. Но самое главное, как я считаю, идея, которую должны вынести и дети, и подростки, и все те, кто будут задействованы в качестве зрителей и участников – это чувство любви к родной земле. Это то, что сегодня мы именно должны созидать – доброе, красивое, вечное. Это то, что должна нам сегодня дарить культура. В течение пяти дней перед маленькими зрителями выступят творческие коллективы российской столицы, а также Пензы и Воронежа. Всего в Махачкале в рамках фестиваля пройдут около 60 мероприятий. Их площадками, помимо русского театра, станут Театр Кукол, Исторический парк «Россия. Моя история» и Национальная библиотека. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Ну а жители Дербента тем временем могли посетить республиканский маджлис. Для участия в нем приехали богословы из разных уголков Дагестана, известные частицы Корана. Обо всем подробнее расскажет Айша Тухаева. Субханаллахи, амма ясифун, алимил гайби ващ-ш-ш-ха-да-киф-та-а-ля, амма юш-ш-рикун. Маджлис начался с чтения Корана и выступления заместителя муфтия Абдуллы Салимова, начал которое он с приветственного слова от муфтия республики Дагестан шейха Ахмада Афанди. Когда Всевышний дает возможность проводить вот такие хорошие мероприятия, открывать мечети, приглашать алимов, собирать людей, проводить вот такие маджлисы, это не только заслуга имама, это не только его мысли, его возможности. Когда все меняются в лучшую сторону, все вместе, жители, джамаат, вот тогда Всевышний дарует вот такую возможность. Поэтому это общая заслуга. Богословы наставляли дагестанцев, подкрепляя свои слова, толкованиями аятов и хадисов. На примерах из жизни сподвижников призывали к разумному поведению в обществе. Вот много это относительная вещь. И вот, объясняя вот это много, хадисы говорится от правок Ахмада Ассалам. Вы настолько много поменяли Аллаха, что люди будут говорить про вас, он что, сумасшедший сошел? Больше нечем с людьми заниматься. То есть он все свое время тратит на поменяние Аллаха. К богословам поступало множество просьб помочь в усыновлении палестинских детей-беженцев. Как оказалось, у всех палестинских детей, которые сейчас в Дагестане, есть родители и даже бабушки. Вопрос с усыновлением уже закрыт, но на заметку возьмите... Присутствующие читали дуа за всех мусульман, в особенности за мусульман Палестины. В завершение гостеприимно встретившие богословов жители Дербента подарили им памятные подарки – традиционные горские бурки и папахи. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Дербент. В эти выходные прошла еженедельная зарядка с чемпионом. Принять участие в утренней акции на городской пляж столицы пришли сотрудники ОМВД России по Махачкале. Зарядку для всех собравшихся провел шестикратный чемпион России и старший тренер сборной по кунг-фу Мурат Ахадов. А затем все присутствовавшие приняли участие в различных соревнованиях и сыграли в волейбол. Организаторами мероприятия выступила администрация Махачкалы совместно с ОМВД города. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!